Всем здорово! Сегодня я в очередной раз еду в Москву на турнир по смешу от КСМ И отличает этот турнир от предыдущих тот факт, что по заявлениям это будет самый масштабный турнир по смешу в России за всё время Ну что ж, посмотрим, посмотрим И учитывая то, что влог сам по себе будет самым долгим из всех, что были, то пропущу самопоездку и поход до турнира Начнём, пожалуй, сразу с места событий Нетипичная Москва Слякоть, сырость, мрак Вот мой зажопин В общем, я пришёл и самый масштабный турнир в России по смешу Был в каком-то детском магазине Ну где же ещё может быть турнир для смешеров? В посте о турнире было написано, что турнир будет на первом этаже Я ходил по этому этажу тысячи лет и искал этот турнир А оказалось, он был на нулевом этаже И вот наконец-то я туда спускаюсь Я знаю, что моя камера не из лучших Ох, ну здесь настолько темно, что даже своими глазами сложно что-то увидеть Ну, прямо челлендж в моей камере получается В общем, вот, разминаемся перед боем вот с этим молодым человеком Привет Я как-то сказал привет, сразу экран потух Пиксель, здорово Если попадёшься мне В самом начале я себя проиграю У меня есть апдейт Какой? Я послушал критику ваших комментариев Вы мне сказали, фу, Пиксель курит У него глаза как у клопа Поэтому я, во-первых, бросил курить А во-вторых, я возвращаю свой цвет волос Я больше не буду клопом, чувак Я вас услышал В смысле цвет как у клопа? Глаза как у клопа мне писали Дай потрогать Да, подтверждают Блядь, они грязные Это тот самый удрик Который я попал в шурму Все его помнят Вы много спрашивали, куда я пропал А вот он я Здрасте Молодой человек подарил мне замечательную книгу Спасибо, спасибо Можно так вот? Смотрите, как он рад Спасибо большое Ребят, никто не ожидал, но Звезды вернулись Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте Здесь, на самом деле, сегодня вы не единственные Так сказать, сиси-бои Тут вообще забей Вот, смотри, парень Это ж типичные вы Это буквально вы Это тоже фимбой? Да Специально? Да Вот этот, вот смотрите Вот все Все на одно лицо Концентрация сиси-боев на смеш-турнирах зашкаливает Один из них спросил меня Сколько у меня перчаток? Одна, две В общем Вот Секрет моего канала Просто Их миллиарды Их тысячи Там, мне кажется, упало еще несколько внутрь Знаете чё? Раз монетизации нет А интеграции я практически не вставляю То я посчитал неплохой идеей Создать бусте Спасибо всем этим людям, которые уже поддержали меня Бусте созданы совсем недавно Поэтому у вас есть возможность поддержать меня одними из первых Ладно, я знаю, что многие на этом моменте скажут Пошел жопой раз в своем бусте Поэтому продолжим В общем, все пришли Миллиард человек Просто душня Но сойдет Уже начался турнир Мы должны уже, как бы, играть скоро Я, конечно, не упущу возможности покушать Бургер Кинге С самками и Валерой Открывай Что? А, соус? Я соус зажопил Вот твой, давай В смысле? Забирай квест Смотрите Вот это я понимаю Кто-то скажет Айрат, опять херню какую-то снимаешь Когда я пришел влог смотреть Ну, походу, не смотрели мои предыдущие блоги Они такими и были Валера Ладно, поели Можно идти обратно Конечно, мест тут нет Все играют в Switch, в Smash Собственно, во что еще играть, на турнире, по Smash Это Филя Вы его не... О, смотрите, вы увидели Валанс Белого справился Еле-еле Парень решил нам показать фокус Давай Пока мы ждем все равно Делать нечего Да Так Отлично В чем фокус? Фокус Нужно перетесывать Еще вот так перетесывать Так Пусть первая карта Это будет твоя карта Это 10 пикинг В смысле? Может я их выберу? Нет, офигевшие Типа ты за меня карту выбрал Еще и знаю, что это за карта Ну окей, че? Так, переверни и возьми вот так Отлично Так, суть этого фокуса Сейчас в том, чтобы в конце ты угадал, где какая карта И ты не должен подсматривать Подожди, это еще я должен угадывать? А фокус в чем тогда? Да, да, ты тут обязан Ну ладно Просто должен Ну нате карту Ну возьми вот так А, ну давай, я взял Ну переверни Ты знаешь, ты должен угадать Так Так, это твоя первая карта Это твоя вторая карта Если я поменяю их медленно Ты легко понимаешь, где какая Но если я сделаю это быстро То ты как бы можешь задуматься Так, теперь скажи мне Где девятка, где десятка? Страшный ты чел Я вот снизу, это десятка Ё-моё Вот это Это я не ожидал Спасибо за фокус Спасибо Не за что Спасибо Капец ты меня обосрал по полной Люди уже начали первые играть Это уже продвижение Не, ну Ну конечно проектор на всю стену Хотя это не проектор Хотя это прям экран светодиодный С лампочками То есть До сравнения Вон монитор Не, нормально Нормально Мне нравится Я и сразу не заметил, что здесь играют Вот эти люди Это такое Карто захватное место И место позора Если здесь ты играешь На большом экране То все будут видеть тебя Как тебе хреново Какая-то еще хотелось бы напомнить Пики стейджей Да Потому что Это блок Я не понял Пиксель Ты типа такой богатый И что там высматриваешь Там бабло Собранное Собранное? И тебе на нужды? Сколько там? 10 рублей Понятно Ну типичный богатый Пиксель Ковыряется В чужих Свиньях Так, ребят Смотрим на пожертвования К турниру Сейчас Так Там реально Только 10 и 5 рублей Валяются Мы уже бюджет распилили Че, бюджет распилили? Бюджет распилили Бюджет Игроки меняются Такими темпами Скорые Как бы Мне придется играть Блин, что-то Немножко стремно Вот здесь При всех играть будет У всех на виду Тебя басрут Все будут видеть И тебя И твой Апсер Страшные крики Честные Очень страшные Феля Ты с ним не играй Он этот Фокусник Да, я знаю Показал мне фокус Который Понимаешь Он как бы сейчас Типа играет с тобой Во что в дурака Да Но по факту Он тут Все карты Как бы подменяет Пока ты не видишь Вот такой вот У нас турнир Посмешивался А вот мы и нашли Его как бы Вот его Козырь Пока никто не видит Понятно Все с тобой 6 тысяч За Марио Карт Что еще? Нет Я не был Кроссенько Смештор За 6 тысяч Нет Мы можем Наблюдать Смешер В своей среде Как бы он Не веселился В жизни За своим Рабочим местом Сидят Неподвижно Абсолютно Неподвижно Кто там Пролетает Просто как Зверь Как львы Сидят И Выжидают В общем Просили автограф Пришло время Так Так Ручка Ни хрена Не пишет Так 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 Вот так 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 Оп Ручка Вообще Не пишет Конечно И вот Так Вот Ну хрен знает Мне кажется Вообще Прекрасно По моему Идеально Да стой Да стой Да нет что Нет что Прошло время Игры пикселя Пиксель Проиграй Я не хочу Третий турнир С тобой играть подряд Пшел в жопу Пиксель Не серьезно Два оффлайн турнира Подряд Я тащил Тащил турнир И все время Просирался на пикселе Потому что он занимал Первое или второе место И поэтому Когда я с ним встречался Я как бы отлетал сразу Хотя я до этого Нормально шел Вот бы реально Чтобы пиксель Хотя бы один турнир Проиграл Чтобы мне с ним Опять не играть Да не интересно Играть в турниры Пиксель всегда выигрывает Нет смысла Реально Вот чего он сюда приходит И меня всегда С ним ставят Вот здесь стоит свинья Прям на сцене Такая крутая Да Но мы то знаем Что в ней 15 рублей Козел пиксель Опять сидит Выигрывает Типа крутой Да Назвался еще Как-то по-ублюдочному Таб-джи Че пиксель победил что ли Крутой Крутой что ли Ой ты че еще убил Мистер Айрат и Убрик А вот он я Можете начинать О О Так Раунд начинается У нас Убрик получается На Генноне И мистер Айрат Ну Очевидно на ком Раунд уже начинается Айрат мышит Уже все смыши Джер Убрик уже на 62% Ну пока что Недостаточно Чтобы убить Конечно Тамаку Но в целом Много что может произойти За ближайшие 15 секунд 72% У Убрика Заполняет кио И хорошо Прочитывает Молодец Айрат в целом Тут у нас Что Убрик находится не в самом выгодном положении Айрат опять нажимает Суджет Туда Тяжело конечно Наверное на Генноне Как-то Панишить смыши Альтамака Но Придется найти Какой способ Пытался сломать Чи судя Потому что Он задрифтил Смэш назад И Минус еще один сток От Айрата Сейчас он может Умирить буквально От любого Мува У Геннона Но Пока что Пока что У Эдрика Уже появляется 87% Кио Прочитает В воздухе не убивает Но Он был довольно И добивает Нейтрал Б Ага Хорошая 1-0 Так Все Бой начинается Да Айрат не текает Поэтому Получает Уже Айрат уже накапливает Ее Сразу же теряет его Ставит каунтер Попадает им Пытался Видимо Добить Апсмэшем Но Не выходит Видывает Во встейдж Очевидный Все таки Был Каунтер От Айрата Запас Был способ Вести Попадает Домбе И Не выходит Скорее всего Там должен был Быть Шарюкин Но Не получит Промахивается Кио И Теряет сток Ммм Мед Смаки Начинает Более-менее Держать дистанцию С помощью Адукинов Так Каудрика 110% Рад может Забить Смэшем Молодец 2-2 Снова Довольно Равная Равная Игра Хорошо Попадает Заряженным Хадукином О quot Около ладжа А А что А что Удрик снова Пытается Занять Центр Карты Перебивается Все таки Руки На Кио Вот снова Удик находится не в самом хорошем положении, минус рекавери, случайный мув в сторону Айраты и уже невозможно вернуться на арену Смэш, Хадукин, неужели закроет сток? 59% теряет прыжок и 1-1 Окей, видимо пик Рюзу более хороший Посмотрим, может быть Айрат уже адаптировался и пойдет не так хорошо Снова ФД, оба игрока довольны пиком арены 7% у Айрата, пропад... хотел сказать промахиваться даунсмэшем, но он вовремя нажимает другой Каунтер, 55% Ну, вряд ли это, конечно, убьет сейчас Все-таки назвать его Кеном, но, да, все-таки это разные персонажи Делай захват Довольно хорошо Айрат часто жмет каунт, поэтому Па довольно-таки оптимальная опция Ки-и-и, промахивается им О-о-о, F-смэш, F-смэш Я ожидал Ширикин, но думаю это все-таки по части Кена Кат 8%, жмет Тацумаки, захват, кроссапит Перебивает все-таки даунсмэшем Ну, против Литл Мака особенно нужно аккуратно играть в ближний бой Смэш, ух, грамотно читает двойной прыжок своим сайдбэн А-а-а, да Ширикин по щиту Не, не самая лучшая опция Однако, однако, 66% Сейчас, можно Можно закрыть сток, либо потерять его из-за даунбэ Ой, из-за Ки-и-и, Литл Мака, как сейчас, например Вовремя вороны, конечно А-а-а, жмет ее Кто? 26% Закроет листок Удрик Пытается играть все-таки в воздухе Жмет джет 30, 35% Смэш Еще один F-смэш А-а-а, пожалуйста, если слышит, то жми еще один F-смэш Хорош Щарюкин, щарюкин Дэш-атака Не хочет все-таки Удрик, чтобы Ряд подходил близко и не ушла Справедливо, на самом деле Дэш-атака, сайдбэ Ряд просто пытается Именно играть от земли, не дает ему 91% Зачитает? Нет Не затаймил, к сожалению Смэшем Зато попадает и в Тилтон И, возможно, да 2-1 2-1 По пользу Айрата Молодец мальчик Айрат Удрик, я чуть, конечно, не обосрался Еле-еле Прими мои Соболезвания За него, кстати, больше болели Чем за меня Но я разодрал ему жопу Получай, Удрик Только сегодня, в следующий раз Я тебе это разорву Ну, в следующий раз А может, его и не будет Ребят, я сейчас оправдаю звание Козла Смотрите, они играют на турнире Оп Так, ноу сигнал Че произошло? Сейчас перезапустим Карту захвата В прошлый раз это помогло Какой же я козел Ё-моё Это очень гнило Простите, но я не удержался Мой контроллер был подключен С предыдущего стрима Хакерская атака Простите Люди, которые узнают, что это сделал я Когда посмотрят влог Ладно, они это через секунд 40 уже починили Но я все равно козел Какой пул уже Это, получается, был матч из третьего пула, да? Да, я так понимаю Это был Да, вроде да Да, это матч из третьего пула А у нас сейчас Мистер Айраты Пром Вот это молодые люди Какие красивые у нас подъехали Попкарм заменяется на Пром Букв мало изменилось Но как будто бы что-то другое Уже что-то Уже что-то иначе Уже что-то свежее На сцене файнал Найс Окей Неплохо, ребята, начинаю Забавно Прошу заметить, что первый сток Начал разыгрываться И у Прома уже Проблема по стокам Мне кажется, в этом матчапе Очень большую роль будет играть Каунтер Мэка Очень быстрый Очень долгий И агрессивные опции Прома Не будут адекватно работать В этом матчапе Потому что Ну Это, блин Литл Мэк Он шустрый Он бьет больно Он убивает Он делает Као Панч Это просто классика Као-ласика, я бы сказал Ужасно Као-ласика Господи, ужасно все Теперь мне уже стыдно стыло Также хотелось бы сказать Отметить, что Тут очень большую роль Будет играть Каунтер Пик стейджа Кто выиграет Да-да, вот так Допустим, если взять Final Destination То плюс-минус Для Мака Это будет нормальный стейдж А если взять Какой-нибудь Таунн Сити То, ну Вы сами понимаете Air Mobility Прыжки Рековери Вот это вот все И камбухи Из пяти ударов Афарелом Очень большую роль Будут играть Хорошо Прочитал AirDosh Да, прям Грамотно Люблю как бы Как промах спейсит Кстати Очень Крутая фишка игрока В целом Это О, отличный риды Вот это Отличная фишка игрока Как раз каунтер Что за рид на риде Каунтер на каунтере Паниш на панише Это убило Это убило Мне кажется Там записали И он неправильно задиайл Но все-таки Да, да Мне кажется Из-за того, что Айрат был повернут Другой стороной Пром диайл не туда Он не думал Что атака Отправит его В ту сторону Кейл подлавливает И забирает сток Кейл панчем Вау 1-0 Я хочу пересмотреть Это на повторе Если честно Мне прям интересно А на сам повтор Вот Давайте глянем Как это было Вот смотри Да-да-да-да Он задиайл Иин Он диайл не туда Ну Что happens Как говорим Ну это жесть На самом деле Хорошо Тогда подловил Сайдби Пам О смотри Он жмет Каунтер Он понимает Что ему бояться Нечего Копится Кейл панч Ожидает Возвращается Аккуратно Через верх И подлавливает На платформе 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 Это прям Вау Так бой Начинается Примерно Так же Он начинает Такой-то камбук Наносится уже 29% Так Ставит Мехокупу На платформе Собственно Камбуха Из сайдби Очень неприятная 102% Хочу заметить Что Пик арены Арену Которую выбрали Ребята Ну это конечно Веселая дичь Наверное промо Ее пикнуло Айрат не знал Че банить Но это одна Из самых лучших Арен для Баузера Джуниора Которая возможна Если Айрат Сможет одержать Победу На этой арене То ну Это будет Очень мощно Ведь Промо Фелосально Высокий сидень Так И Ну Че Че Будет дальше Я не знаю Хороший БР Хороший БР Будет дальше На самом деле Я сейчас Наблюдал за мачапом И я удивлен Что С мыши Мака Так сильно Перебивают армор Баузера Джуниора На сайдби Ну и в принципе Хорошо его выбивают Да Отлично Функционирует Как я и говорил Этот мачап В целом В целом Вполне себе Нормальный для мэка Мне кажется Это как раз Причина Почему Баузера младшего Не ставит Во всякие Хайтиры Топтиры Его контрят Некоторые Лаутирные персонажи У него есть Некоторые Очень медленные С фреймдатой Мувы Пром не успевает Выкинуть Мехакупу Для контроля Стейджа У Айрата Слишком большая Скорость Но агрессивный Мне кажется Сейчас Да Он дропается С платформы Бкэрил Такая Формула Прома Классическая И уже знакомая Нам Отличная Комбо Айрата Но это Прям Хардрин Так Камбухи Изобейра Прям Сильно В дисадвантаже И рекавери Не хватает Идет пока 1-1 1-1 Блин Так неожиданно Ребята За 10 секунд Боя Не успели Нанести себе Ни одного Процента Как же так Его панч Уже накоплен Я не знаю Сможет ли Айрат Вернуться Вообще После этого И гимпит Его Оффстейджа Пром Проспомнил Про один Из своих Самых главных Тулов Забыли Кстати Проставить счет Счет же 1-1 Счет 1-1 Да Вот так Ой Хороший Апсмэш Прям Лапит Ух Хороший Саби А про Счет Китайца Прыгает По всей арене Бузнечик Какой-то Непонятный Жалко Что скин Не зеленый У мэка Кио Панч Реализует Нет Байтит Бром И свитспотом Попадает Забирая Сток Айрата Вот это Итеракция Неплохой Мув Апр 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 Уже 65% 72% С одной Интеракции Пром перед началом этого боя сказал айр айрад пришел ты купили и пром такой да я не играл давно но это прям я бы сказал пробитие сейчас только что было пробитие ну и мы сейчас видим как пром долго не играл хотя счет 11 заметен и смеш закроет сток слишком сильная опция слишком сильные смеш атаки литл мак не один такой мощный который может лютыми дежойнтами быстрыми блин бить всех подряд и кажется проблема матчапа все-таки вертикальности и баузер и джунир просто рекабрируется в верхней части стейджа и литл маку просто нечем ответить он снизу даже что-то бить то он просто будет попадать по армуру в общем я спустился в нижнюю сетку лохов теперь буду играть с китафаем но вне стрима короче хотя бы в битве лохов в низком тире еле 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 просто выиграл чувака до китая прям реально еле-еле позор моей седой голове были ладно продвигаемся дальше блин чел неплохой так конечно бэйджик да скажи я тебе так сессии импортировать будет первая волна вообще понимаешь блядь то есть допустил мы только что потеряли одного из комментаторов в общем удрик которую я выиграл а вот он я снова играет в лузерах если он выигрывает вильвера то будет играть со мной опять опасно можно было опасно жив у баниш это 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 минус баниш он забирает стоп генниванс гейм ганандорф нет капец апсет удрик забрал на ганандорфе эту игру удивительно удрик выиграл и теперь я буду играть с ним ладно так или чего он взял я думал это будет ганан житель потому что житель должен разносить в принципе ганана но и у и литл мак очень необычный матчап я думаю оратору точно не знает он сможет ли удрик закомбить его я кстати думаю что на самом деле будет вам как почти все матчапа плохие но думаю что это для него не такой плохой ну или плохой я не знаю просто я хочу объяснить рю персонаж который играет на земле он пишет на всякие тельты чтобы закомбить шаурюкин или таксумаки и литл мак тоже наземный персонаж лучший наземный персонаж которого армор на многих мобок но у рю он тоже есть поэтому я не знаю как это было мне кажется это будет максимально наземный матч и он будет очень интересным особенно на fd особенно на fd для кого-то выгодная арена оба опять же файтера наземных туалет удрик лб дильдапсильд так классно мувается удрик я большой фанат он просто убегает айтарата в воздухе используя спешку но кио панч забирает даже не видел я не удрик думал когда накопился кио панч что он успел забрать сток не так рано зато могло быть и у рю есть скил опции он может сейчас убить например этим я думаю он попробует закомбить шаурюкин но даже этого не нужно было очень ровно идут ребята да буквально прям сток сток процент единственный плюс который вижу для рю то что он может вызывать аппроуч у него классные прожектайлы довольно недооцененные прожектайлы вот видишь они имеют большой приоритет они довольно сливовы очень много процентов много процентов было очень сложно возможно невозможно потому что он ударил время хороший каунтер идут игроки нет это так шаурюкин не умеет это не инпут был это был оби и забирает айрат смешеры не знают посмотрите на лицо айрата это надо видеть я пропустил реакцию айрата но он был в шоке от того что он не умер о ганандорф я бы на месте айрата взял жителя конечно но посмотрим что с этого будет надеюсь fd опять fd серьезно ну ладно утрик не пикнул теперь с платформами ну ладно просто fd является наверное лучшим стейджем литл мака почти во всех матчапах в целом я бы не сказал что ганандорф как бы тоже как-то сильно посасывает ну ладно у него есть юз платформах он может немного ладно теряет апперы немножко да он теряет апперы и он может на платформах ловить выгодно аби вот он сейчас может зажгардить нет классный хорошая но классный они родят утрека набивает на Georgetown г пастник г п Shop шруже бэу бэу бээу бэу 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 л excavato за тойQL сожалению сожалению удрика я думаю пудрику стоит больше пробовать выходить в стейдж с нейром возможно пэйром это очень большой приоритет большой приоритет можно так за на будущее опять опять это получается в любом случае какой же ты они заняты игрой надеюсь на действие хорошо закопировал через граб уже вернемся думаю два кадра все нормально попал в два кадра примерно идет также игра как против рио нырю был по кайпу нет я бы не заходил они оба арморятся и оба армором гонандорф тоже неплохим панч и особо эффективен сейчас если только его не сохранить и снова сохранить это очень сильное преимущество брата но нет удрикова сбивает и удрик грабы классно читает попробует ли за изгар без перебила биг сожалению удрик может закомбечить 90 процентов и на таком проценте это как нефиг для гонандорфа может обе может сейчас что-нибудь нет я думал большие проценты это может затаймить не затаймил down smash и ломает щит не ломает моих вода забираю хорошо работает и турмак довольно легкий это это hard punish это карт паниш с воздуха но он очень классно работает тоже на блога процента чуть-чуть не хватило удрика ринжа мяча гонандорфа к сожалению я удрика сейчас удрику с одной тракте признаю можно заполнить этот джеб это слишком он был рисковый паниш они просто спамят смеша на удрика сломался щит и айрат ушел и добил нитром спешла это было дизреспектно мне вообще не дает передохнуть только я сыграл с удриком не успел опомниться сразу же айрат все новый бой на стриме иди быстрее и времени нет тем не менее сифирот против литл мака сифирот и литл мака он офигеть он зарморил сэпби когда последний раз вообще я видел этот матчап мне кажется в каком-нибудь онлайнике и там чисто что это онлайн и литл мак я хочу сразу сказать что это очень-очень плохой матчап для литл мака он даже не стал пытаться у него не было шансов зарекавриться никаких промазал зло пропалился промазал при остатки талс ну ладно это придумал я не знаю это как-то просто само-самой путь единственная пытается этим преимущество литл мака в этом матчапе и почти не могу это нет смотри он три будет вифать единственное то что киё будет убивать я про это и говорю я про это и говорю про это я тоже говорю это матчап небо возной к сожалению ладно давай давай плюсы поищем плюсы киё убивает может на 15 и даже сиферот очень легкий вот все это вот это геймплан вот например да 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 вот вот отлично отлетел да и больше плюсов я не вижу если честно как бы это печально не было каунтер и не думаю что буду вот в этом матчапе армор не будет работать в этом матчапе это это раз матчап это очень сложно вот киё и раздаваться каунтер зарешал убьет ли он с помощью киё да смотри о чем я говорю о чем мы говорили да и и работает больше других плюсов я не больше других плюсов вы не видит это было жестко если бы он не сделка улезли вот оба щит сломался смотрится ли 42 процента принципе принципе в оба зная садан ли ты перот легкий у айрата рейдж он может зато фреймить нет но при этом если природ не скупает каунтер панишет каунтер и клоки в дизадвентеджи удивление появится классная опция сбил айрата сладжа крыло должно появиться да вот сейчас у него да добавляет еще прыжок и армор на смешах это доставит еще больше неудобств литал маку пытается просчитать подловить на какой-нибудь смеш принципе диза что может сделать салты пока не убивают остался прочитать ролл сработал идея на месте на киев слишком хай риск я не знаю стоит ли вы используете так прям очень далеко улетел клоки очень рад своей победе так теперь будет комедит краб пач начинается клоки нацепился и 2 краб залетает давай давай дараблю то залетает под момент когда с каждой скиттлсинга касается кожи мистера айрата всем привет сразу смотри смотрите краб присоединился сразу зрители пошли все продумано все на нас бочку гнали ну ладно тем не менее та же самая арена принципе оказывается даже купозная но матчап все таки делает свое я на самом деле был удивлен тем как шел прошлый матч пускай я смотрел только один год ну да ты не можешь нормально спокойно использовать каунтер против сифирота очень много мультихитов очень много чарджинг опций из того что сифирот медленный ему это позволяет в этом этапе наоборот обманывать мозг айрата он ждет сейчас будет хит надо ставить каунтер а хита нет хит заряжается вот я об этом же просто банальный майндгейм очень хорошо клокин тропать с платформа покрывает полностью ролл айрата аппериалом в этом плане я еще заметил что вот именно лэнд инпериалы сифирота они довольно логучие или томат может там какие-нибудь те кто мы запанчили даже смешим подбежав то есть короче иногда есть окна но если прям сплотить рынке не знаю ты знаешь кстати что когда начнется топ-8 мы будем с тобой вместе сражаться да будет весело будет весело вот окей окей у хороший бояр приземляет блоки пытается обе снова подловить замедляет свою гравитацию раз с помощью каунтера благодаря этому спокойно сейфово лэндится на стейдж я на самом деле думаю что айрату как раз что это за sd попрошу кстати поправить камеру пожалуйста клоки чтобы она выглядела хорошо просто опустите и чуть ниже кто-нибудь кто это может сделать окей их кстати надо станет вот окей в любом случае мне кажется айрата в этой ситуации надо начать пользоваться как раз тем что атаки выходят медленней пытаться не нажимать заранее каунтер как в онлайне а реактить на мувы когда они реально выходят из фирота в целом реально длинный замах на котором можно реактить блоки нужно продолжать в том же духе больше мультихитов больше латштрапов больше эйджгардов прессивная игра в целом работает не дождался чтобы это было так окей проценты равненькие сейчас будет происходить то о чем мы говорили последние две минуты рад будет понесить лэндинг опции сэфирота а клоки а в частности крыло которая скоро прям скоро скоро появится думаешь скоро появится крыло я не вижу перьев я не вижу перьев сейчас действительно нифига ты знаешь процентная офигеть присутствие не там буквально несколько килограмм и окей окей уважаемые зрители видосы если тоже хотите попробовать свои силы в следующих турнирах или даже просто понаблюдать за всем этим живу и не играя то вам просто нужно зайти в паблик csm мы и следить за анонсами ничего сложного в этом нет ссылка на паблик в описании окей да ребята пикают персонажей и уже начинают бой переходим на схватку ребята городок и город очень большой стейдж очень близкие было зоны которые позволят которые позволят что мэтту что сефироту забирать стоки очень рано с другой стороны тут вертикальность опять же то есть там инсити спирот очень хороший персонаж чтобы обьюзить именно прыжки в частности с крылом и под контрольным драм лондин кирилл и все все такое от джебы и спитлс и сейчас работает по понесли нет даже атака как появляться крыло но по форму пропадает и принципе стейдж становится похожим ладно мне кажется на вот таких вот обе с мультихитом когда локи вертикально полностью мультихитовый обе используют айрат может спокойно нажимать каунтер и покрывать полностью река варисе сефирота что-то мне подсказывает что это будет работать таким образом и у панча сможет изменить ход боя очень сильно и выиграть айрату нет попадает сыграть теперь даже connected грамотно очень айрат пользуется air должен позволяет ему выжить на несколько фреймов побольше на чуточку чуточку для этого счет стал 22 окей ладно что идет нейтральная игра сейчас оппоненты пытаются как-то подойти друг другу целом ойрата это успешно получается он пытается играть именно в агрессивную игру нажимает каунтер и прыгает на оппонента и от атаки все которые возможны окей пытается действовать более сейфово брюш смари апраучи он делает но не кросса пет делает через воздух через все опции которые максимально неудобным бэку того накопилось может сильно поменять хоть боя прошу nr мне кажется можно было чуть-чуть побольше даже да ну да ладно все равно хороший паниш санты сравнялись сейчас главное выждать кио панч и за пальчик да почему мы просто использовал у гостя и рад использовал кио панч просто в молоко это очень странным по моему был он мог как-нибудь постараться и реализовать его но панч когда есть старый добрый сайт смеш супер армором это правда пэр закрывать сток счет 11 ровно 00 пациентам прям ровная игра вот и клоки набивает тоже проценте ки и принципе непонятно что выиграете вот сейчас да 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 кио панч кио панч очень обман подойти и нажать беспокойно очень опасно но выжигает и копать исчезает 88 процентов а я до 70 клоки сейчас будет паниш очень хорошего ворота очень аккуратно игра той рада плате прям ищет ищет зацепочку чтобы выживает выживает крылом неужели это крыло как тройной джам должен ему помочь как-то немножко позиционно он иногда прям слишком боится подойти к литомаку просто получишь в лицо могу понять ну как бы надо как-то ходить вот это было очень зря пытался в жесткий хардрид клоки не вышло даунсмеш был очень рискованному стоит держать дистанцию играть аккуратнее но это тоже нет смысла закрываю о боже мой хорошая игра это было прям да я бы сказал это было прям 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 повтор прям аккуратно вот клоки ищет и нажимает прямо в момент вылетающего прожектайла тамит своей неуязвимостью на нижней части тела айрат просто король я короче уже на ногах еле стою так волнительно так хреново мне подряд такие нервные игры где проиграю проиграю под конец только у меня что-то получается это это вообще сумасшествие смеш конечно постарел реально графон уже не тот да еще и fps что-то нет даже не 60 fps ну понятно свитч вот вот твоя производительность в общем сейчас играем без стрима вот с игроком гао поэтому чё будет то будет отвлечу пофигу не отвлечу сойдет очень выиграл все ждут моих автографов идут последние бои и люди уже очень сильно устали скоро еще и мне сражаться я уже тоже никакой на последнем издыхании люди играют я уже нарисовал штук наверное 9 пчел я уже задолбался капец собрались посмотреть на файтинг они майнкрафт играют но вы конечно вы видели на когда-нибудь настолько серьезного человека который играет майнкрафт несмотря ни на что вот этот сергей в скобочках сережа продолжает верить в меня и мои силы ну и валеру теперь максимально уставшие мы как как мы я играю с крабмота я отлетел от другека у меня лагал монитором тупо работал я не работа пытается оправдаться но конечно сложно с ним будет сейчас попробуем что снял да я первый раз я рад я пытался на твой канал youtube зайти выложите по анонс в эти блять ну ты понял я первый раз в жизни смог победить краб мотор первый раз хуман и сегодня я явно не хорошо играл очень я чувствую себя одинокая как мне комментировать зал спину я на красивая спина там наш пакман на эти призраки там даже можно разглядеть вишенку пошел в жопу от пикселей промо я ожидаю то что как бы у пикселя есть все шансы победить учитывая выигрывает абсолютно все турниры подряд она пиксель не очень понимаете в любом случае и вот меня наконец-то поставили вместе с пикселем и вы думаете что будет какая-то вставка о том где я превозмог себя и наказал наконец-то пикселя за все турниры если бы реальность так работала не знаю успеете за этот сток ну тут уже не выжить очень много процентов было велико и надолго хотя подловить гетап и гетап атаку с помощью пикет тандера второго я ловит и одерживает победу айрат занимает четвертое место поздравляем айрата большой молодец пиксель уже имеет гарантированный талончик в топ-3 ох уж эти кадры неуязвимости ох уж эти кадры неуязвимости чё пиксель разнес меня как лоха сложные соперник я только пока что гарантировал третье место себе не нужно выиграть еще три света чтобы выиграть турнир это непросто кстати правда но третий турнир оффлайн отлетают именно от пикселя ну вот так чисто ничего не меняется все меняется снова бургер кинге это не реклама и вот меня спрашивают зачем я таскаю весь день с собой вот этот напиток есть как бы можно просто новый купить но понятно как москвичи просто типа не понимают где с канала я по акте по скидкам по коронам вот этот не замикажьте его на завтра оставил а то он чё новый покупает понятно москвич а это валера самая последняя битва не знаем последняя точнее до топ-3 между пикселем и друге com все уже максимально устали вот других уже один набрал сейчас сколько сейчас 22 что или или вообще играем просто с утра до ночи сколько сейчас 21 41 но тебе заставка анимешная понимает анимешник это прикрытие просто нельзя так делать теперь у нас ситуация последнего стока 91 процент у гека неужели он сейчас проиграет этот сет и у нас будет пересет об смеш за планшет да зарядил форму 16 процентов они так уж и много если честно на самом деле страшнее 16 процентов а потеря моментума когда какой-нибудь игрок теряет моментом когда он теряет темп игры это очень многое означает нейтрали итак появляется арсен down throw fair 56 процентов бакерилл коннектит гек еще один бакерилл считает ролл сайтсмэш и забирает последний сток у пикселя одерживая победу на турнире csm win strike арене на счет 3232 в пользу true гека мы поздравляем вероятно что сейчас происходит это приглашаю сюда пожалуйста выстроитесь дорогие друзья первое второе третье четвертое место вот сюда в порядке которое я перечислил айрату аплодисменты ребята пожалуйста пожалуйста аплодисменты айрату блин так нелепо выглядит аплодисменты айрату и там просто тишина гробовая но так динамический микрофон был просто очень плохо настроен и в новых звуков их просто нет их абсолютно не слышно в чем сейчас убедитесь третье место у нас это лучший пробу аплодисменты промо очень старался не только в причем игре турнире то и в организации второе место пиксель иди сюда друг мой иди сюда и друге каждый раз до каждый раз и гек окей начнем с поздравления айрат у нас сегодня на самом деле призы за места довольно скромные но очень стильные мы сделали классные новомодные грамоты и айрат я тебя очень сильно поздравляю с четвертым местом как ты себя чувствуешь у меня такое ощущение что четвертое место добавили только чтобы я не плакал короче обычно обычно только первое второе третье да а тут а рад ну дайте грамоту как бы что там подписчики не думали что это чмырь приятно конечно конечно размазалась немного здесь это стиль 4 место быть победителя как бы отражает и я давно хотел спросить как бы это как бы совпадение что самый масштабный турнир по смешу проходит именно детском магазине это останется тайной и так третье место про овации для промо господа овации для промо ну я тут отдельно хочу сказать что пром до этого для большинства людей выглядел как онлайн борьер человек тыкает кнопочки вроде как в онлайне занимает высокие места и а что он может во флаге этот человек живет черт знает где и турнир это не участвует и вот уже стоит здесь рядом с легендами я бы сказал занимая третье место промо я если честно сам не ожидал того что дойду до сюда до того как я играл в принципе на панике до того как я пришел на предыдущую сходку я у меня была цель занять топ-8 это был пик моих ожиданий и я очень доволен своим результатом очень понравилось играть надеюсь что будут следующие турниры еще лучше еще круче еще масштабнее что будет еще сложнее овации еще раз для промо пиксель второе место занимает товарищ слушай но ты играешь с гекком уже в который раз это самый крупный турнир занят не просто последнее время а вообще за все время и ты занял второе место зашел очень далеко но почему с гекком вышло тяжело неужели может была причина на это какая-то или ну я хочу сказать то что меня устраивает результат типа второе место это ну круто на турнире где столько человек я доволен самом деле мне в принципе похер было кто выиграет скажу честно ну типа ну реально тип я бы выиграл я бы тоже не сильно рался рад за другие канива и тип вот мы друзья это человек с которым я больше всего играю смеш из всего комьюнити прошлый турнир вот я очень хотел победить себе не победил мне было бы грустно но сейчас типа не нормально я раньше здесь был спасибо всем за турнир было круто аплодисменты для пикселя и наш чемпион гек поздравляем тебе тоже так же как и всем остальным полагается грамота белые рамочки и помимо этого я прошу но товарищ ты я думаю заслужил от меня поздравляем гека с первым местом тебя многие считают лучшим игроком за всю историю сочетания комитета уже говорю наверное в раз восьмой и ты умудряешься держать планку на своем уровне и даже улучшаешься ведь все остальные растут и ты продолжаешь занимать первое место как я не знаю смеш видимо просто очень веселая игра я не знаю заплакать хочу сколько бы часов я уже не наиграл в этот долбанный супер смеш брос мне все так же весело мне весело играть с пикселем очень весело с промом с айратом когда получается дискорде там состыковаться со всеми там средними игроками со всеми на самом деле интересно все страшно чувствовать в общем просто очень весело играть и ты смог достичь успеха и занять первое место на крупнейшем турнире ссм винстрайк арене поздравляем гека с первым местом иди сюда обниму я желаю всем удачи ростов смеши ивент закончен всем пока ребят всем пока всем спасибо я помню на стриме краб что-то говорил там вычел на тебя что ты топ-8 не зайдешь а вот видишь топ-4 занял так что ты тоже молодец ну давай сейчас краб меня получит краб перед концом турнира где вопрос мне тут краб мне тут других напел что ты сказал что я даже до топ-8 не дойду твои оправдания я не говорю что не дойдешь до топ-8 я ставил тебе низкий сид и говорил что тебе вряд ли получится одержать победу против сильных игроков а в итоге раздев меня ну спасибо спасибо краб ты хорошо спасибо спасибо честно вам всем скажу меня очень сильно напрягают эти здания они какие-то страшные из марио одессе они как бы на камеру еще меньше да ну так то они что то вообще в общем пока 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 а ты сейчас со мной пойдешь показывать дальше не буду кстати у меня на бусте есть большое видео где пьяный в хлам пиксель играет смеш после турнира если я покажу это во влоге то видос ограничивает а на бусте в самый раз такого вы больше нигде не увидите а так влог был по-настоящему долгим спасибо за просмотр и всем пока 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 Субтитры подогнал «Симон»